Редактор субтитров А.Семкин В смысле, в смысле, в смысле? А ты что, совсем не в курсе? Подожди, какие дела у тебя могут быть с моим дедушкой? С дедушкой? С Короленко, что ли? Ну да, с Короленко. Странно. А, ну, разве что мы просили помощи на экспедицию на раскопки в Турцию у вашего фонда. Ничего не понимаю. Так, допрос окончен. Спокойной ночи. Я надеюсь, больше тебя никогда не увижу. Послушай, я не знаю, что происходит, но мой дедушка отправил меня за тобой. Он сказал, что это какой-то особенный случай. Сам Короленко сказал, что для него это особый случай. Ну, если он меня лично отправил, а не охранника, либо водителя, значит, да, для него это очень важный случай. Значит, с тобой связано что-то значимое. Значимое? Может, это раскопки? Может, фонд решил их финансировать? Я не знаю. Ну, наверное. Ну, поехали тогда. Сейчас я бы ушла, отсыну и маме скажу. Я бы не знал, что для твоего дедушки или его фонд студенческие экспедиции могут оказаться настолько важными. Я бы не знал, что для твоего дедушки или его фонд студенческие экспедиции Да ладно. Борис, добрый вечер. У меня проблема с машиной. Застрял на шоссе. Да, она со мной. Пришлите машину, пожалуйста. Жду. А что ты делаешь? Я хочу колесо поменять. Не надо его менять. Я уже позвонил, сейчас машину пришлют. В ту сторону мост ремонтирует. Мы часа три будем ждать. У тебя, наверное, и отец на эстову работает? Нет, меняться. А, извини. А где же ты научилась так ловко с этим? Управляться? Я выросла среди дальнобойщиков. Там и не так уме научишься. Ну, а ты хочешь, чтобы это как-нибудь побыстрее случилось? Да, я очень хочу. Тогда ты щедомка. Чего ты стоишь? Давай. Давай. Нравится, да? Неплохо тут у вас. Ну, и где же твой дедушка? Ты пока здесь подожди, я пойду узнаю, что дальше делать. Будешь присесть. Илья, ну, нельзя доверять. Нет, мне нужны гарантии. Значит так, завтра же объявим, что в империи Короленко новая наследница. Так что готовьте договора. Фамилия Тимчук. Тимчук. Софья Роман. Ярик привезет ее сюда с минуты на минуту. Короленко объявит ей, что она наследница. Ну, а что Ярику? Ярику придется с этим смириться. Нам нужно уходить. Чего? Патя, мне подруги объясню. В смысле? Юрий Сергеевич. Ну, что привез? Охрана доложила, что машина Ярослава уже уехала на территорию. Давай, везди сюда. Или нет, постой. Я сам. Я сам. Какого черта происходит? А что у тебя там за раскопки? Не у меня, а у нашей группы. И у Игоря Святославича. А когда вы вылетаете? Максимум через неделю. А что? Нет ничего, ты была права. Дедушка позвал тебя, потому что решил вам помочь. Помочь с проектом. Да? Да, он хочет полностью его профинансировать. А почему он мне об этом сам не сказал? Не сказал, потому что ему плохо стало под вечер. Ему за 70, знаешь, такое бывает. Он поручил мне, чтобы я оплатил тебе дорогу и как, может, скорее отправил тебя туда. А как же Игорь Святославович и ребята? Ничего, ребята потянутся немножко позже, через недельку-вторую. Какая чушь. Послушай, ты меня совсем идиоткой считаешь и думаешь, я поверю в этот бред? Слушай, я, наверное, плохо изъясняюсь, но это не бред. Там никого нет. Как это? Послушай, мой дедушка что-то напутал. Он почему-то решил, что нужно оплатить поездку только тебе. Но это не проблема, я с ним поговорю, поговорю по поводу группы. И вскоре твои друзья к тебе присоединятся. Пойдем. Послушай, второго шанса такого не будет. Подумай не только о себе, а подумай еще о своих сокурсниках. Ладно, я согласна. Что за черт? Ярик сбрасывает. Это я, я. Я виноват. Я когда говорил по телефону по поводу Софии, кто-то вошел в кабинет, скорее всего, это был Ярослав, и он все слышал. Валь, ты что, шутишь? К сожалению, нет. Сердце? Пойдем. Тихо-тихо-тихо. Дубай, присядем. Присядем. Надею. Врача? Ярик. Пострее. Алло, Паша. Паша, скорее приезжай. Юрий Сергеевич, плохо. Сейчас, сейчас. Ну, и куда мы так мечем? Как куда? На встрече в твоей мечте. Я посажу тебя на самолет и прослежу, чтобы в Стамбуле тебя встретили и проявили свое знаменитое турецкое гостеприимство. Ну, хорошо, но зачем такая спешка? Почему нельзя было подождать, ну, хотя бы до завтра? Завтра уже наступило. Четыре утра. Слушай, там гостиница уже забронирована, все оплачено. Ты только представь, сегодня ты уже будешь наслаждаться морским воздухом. Любой из начаек. А тебе требуется всего лишь маленькое спасибо. Ну, спасибо. Да, Станислав Владимирович. Я перезвоню. Так, только нужно было бы заехать, где-нибудь купить кофе. Тут, чувствую, я сейчас усну. Посиди пока здесь. Стасик, ты чего трубку не берешь? Что там происходит? Люди Короленко ошиваются возле подъезда. Много их там? Две машины. Долго они там? Минут два. Хорошо, держи меня в курсе. Ой, прости, я усну. Со мной такое бывает. Ну, ничего. Кофе будешь? Угу. Ну, что, домой заскочить буквально на пару минут? Ну, и что ты сидишь? Выходи. Зачем? Я здесь подожду. Послушай, слишком мало времени. Если я говорю, уходи, значит, выходи. Я не пойду к тебе домой. Слишком много ты сегодня мной командуешь. Как бы тебе так объяснить, чтобы ты поняла, наконец? Ты сейчас поедешь в свою экспедицию, раскопаешь там все, о чем ты мечтала, и при этом не будешь думать о деньгах вообще. Этого недостаточно, чтобы еще полчаса делать то, что я прошу. Аккуратно. Ёлки. Проходи, проходи. Не стесняйся. Ого. Неплохо. Да-да, я знаю. Диван, пульт, телевизор. Располагайся, будь как дома. Я сейчас приду. Да. А, меня интересует ближайший рейс до Стамбула. Бизнес-класс. Нет-нет, в один конец. Здравствуйте. Вы позвонили профессору Данилевскому. Оставьте своё сообщение после звукового сигнала. Игорь Святославович, это я, Тимчук. Я звоню сказать, что я нашла деньги на нашу экспедицию. Но я поеду в Турцию немного раньше, чем вы, ребята. Прямо сейчас. Вроде бы. Ну, так как Кароленька-старшая оплачивает всю нашу поездку, что мы скоро там увидимся. Вот. Так что, до встречи. Возвращение родовой книги Рюрика не главная сенсация вчерашнего дня. Как нам удалось узнать от источников близких к семье Кароленко, он нашёл наследницу Рюрика, чья фамилия вписана в золотые страницы книги. Что? Вы вообще понимаете, что происходит? О каких комментариях может идти речь? Подождите, подождите. Что вы сказали? Наследница найдена. Я же предупреждал, ему нельзя так перенапрягаться. Такие стрессы даже подросткам опасны. А в таком возрасте это с его сердцем. Пошел. Кого когда он слушал? Ну, я на связи в любое время с удовольствием. Хорошо. Спасибо. Пап, слушай, тут журналисты пишут, что у Ерис Сергеевича появилась какая-то наследница княжеского рода. Чуть ли не по линии Изяславских. Не сейчас, Саша. Я немного занят. Паша! Боря, Ярика надо найти в течение часа. Я вчера запустил в новости информацию о наследнице. Папа, мы сейчас никак не можем облажаться. Давай. Папа, что происходит? Почему я об этом ничего не знаю? Саша, я не могу обсуждать с тобой сейчас эту тему. Как ты мог скрывать такое от меня? Что у вас за плага? Где вообще эта наследница? Это не мой секрет. Папа. Это уже вообще не секрет. Во всех новостях об этом говорят. Хорошо. Да, мы с Юрой давно ее нашли. Присматривались за ней, пока ты искала книгу. То есть вы знали о наследнице и без книги? Саша, ну как ты не понимаешь, мы не могли рисковать. Только книга дает шанс подтвердить право наследования. Так, как же это? Все это время меня только использовали. Саша. Саша. Вот же козел старый, да? Пиарится. Спаситель Отечества рвется. Что-то случилось? Да, что-то случилось. Одному срочно вызывай мне полковника сюда. Так вы же приказали удалить всю переписку и на Порокова не пускать больше. Ну, мало ли, что я сказал. Вызывай немедленно, говорю. Мы начнем новую игру. Завалим эту Каролинковскую империю громко и пафосно. Завалим эту карту. Юрий Сергеевич, вы не должны вставать. Пойдемте даже. Пойдемте. Ага. Где Ярик? Я отправил домой к нему человека. Ну, а ты чего здесь? Вы мне запустили всю цепочку, я пытаюсь координировать все процессы. Честно говоря, не успеваю. Осторожно. Что там в новостях? То, что вы сказали, что у нас есть наследница, и скоро мы ее и предъявим. Ну, ни в чем я не прав. У нас нет наследницы. Ярика мы не нашли. Вопросы, которые решал Ильин, открытый интерес прессы к вашему имени. Только подстегнет наших врагов. Это свяжет руки в чистой сделке со швейцарским банком. Боря, Боря, ну чего ты куда хочешь? Иди лучше, Ярика еще. Только вы лежите, я сам все сделаю. Давай. Нет-нет-нет, это все очень долго. Значит так, тогда летим в любой город Турции. Главное, что прямо сейчас. Да, девушка, спасибо, бронируйте. София! София, София, просыпайся. У нас проблемы. С минуты на минуту здесь будет моя невеста, поэтому подъем. И что, вот эта сцена ревности? Да, она очень ревнивая, но тебя это не касается. Вставай, пожалуйста. Послушайте, вы сами приехали ко мне домой без приглашения. Я ничего этого не просила. И куда мне деваться? В шкаф? Пойдем. Серьезно? Вот, заходи, тебе понравится. Вещи, вещи, вещи. Да, 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 спасибо. Да. Сашка? Ты знал? Отвечай мне. Ну, во-первых, привет, любимая. Ярик, мне нужен честный ответ. Да подожди ты, о чем ты? Объясни нормально. Все эти годы я как ненормальная впахиваю на твоего деда. Да, я в курсе, Саша. Все эти годы меня кормят сказками, что вся бизнес-империя Короленко была построена благодаря какой-то коробочке с золотыми монетками от потомков Рюрика. И в благодарность твой дед создает фонд и вкладывается в исследование. В курсе, в курсе. Да, ближе к делу? Ярик, три года. Я не ем. Я не сплю, я не отдыхаю. Я даже не помню, когда я в последний раз книгу в руках держала. О, подожди, а как же книга Рюрика обещай? Да ты и Петросян, Ярик. Хорошо, к чему ты клонишь? Ибо сегодня, знаешь так, совершенно случайно, мимоходом из новостей я узнаю, что все это время вы ведете двойную игру. Кто это мы? И на самом деле вы ищете на зрение, а меня так, используете. Нет, стоп, стоп, я здесь абсолютно ни при чем. Я сам пару часов только как узнал об этом. И первое, что я собирался сделать, это обсудить эту ситуацию с тобой. Ярик, это что? Я перезвоню. Это чей телефон? Здрасте. А, это она. Ну, здравствуйте, здравствуйте. Ваша светлость, я так полагаю? Я, конечно... А что вы там делали, княжна? Дома думали? Сюда и тут два мужика, одного из них я уже видела. Мне кажется, он следил за мной. Уходим отсюда все быстро. Никуда я не пойду, зачем это? Раз уж мы все в сборе, давайте поговорим, обсудим. Нет, давай мы позже это обсудим, Саша. Наследница, гениально. Саша, я прошу тебя, если мы немедленно не уйдем отсюда, я потеряю все, всю свою жизнь. Какой блестящий план. Простая девочка из простой семьи, Золушка. Идеальная наследница. Так, а можно мой телефончик? До свидания, мне пора. София, подожди, стой, мы же обо всем договорились, София. Эй, Саша, я тебя прошу, если ты меня любишь, не сдавай меня прямо сейчас, дай мне объясниться. Эй, куда ты меня тащишь? Эй, куда ты, куда ты? Привет. Обязательно, ты где жак, что ли? Да, куда ты? Привет. Сашуня, напрасно вы это затеяли. А ты напрасно пса спустил. Здесь кроме меня никого нет. Я не знаю, где Ярик. Он не посвящает меня в свои планы. Я его понимаю. Почему это? Неприятно, папа, узнавать, что люди, ради которых ты годами плюешь на собственные интересы, банально тобой манипулируют. Ой, Саша, кто тобой манипулирует? Наоборот, мы всегда хотели избавить тебя от этих проблем. Я всегда мечтал, чтобы твоя жизнь была другой, чтобы ты могла заниматься любимым делом, не думая о деньгах. Так, все, ладно. Нужно доложить, Юрий Сергеевич. Поехали. Ты с нами едешь? Нет. Я не стану за ним бегать. Саша, ты не там ищешь врагов? Ну да, конечно, папочка. Теперь я могу рассчитывать только на себя. По-моему, самое время объясниться. Что тебе еще нужно объяснить? Мне нужна правда. Наконец-то. Какая правда? Я сам только ничего не знаю. Чья я там наследница? По-моему, это какая-то чушь, если честно. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция никак не называется. Что, Андрюша, Андрюша не будешь называть своих дружков-показарми? Что ж ты такой борзый-то? Ладно, зачем позвал? Кто-то слил меня, Короленко. Он знает, что я под него копал. Ну, бывает. Странно, что он меня просто уволил. Слушай, нам нужно действовать очень быстро. Ну, и что же мы будем делать? Он все это время держал за пасухой какую-то наследницу в Рюриковичу. Ты должен узнать, зачем она ему. Мы должны его утопить раньше, чем он утопит меня. Значит так, Андрюш, у нас в казарме тыкать пальчиком в старших позваний не принято. Это называется неуставные отношения и влечет за собой ответственность. Ты меня позвал работать, давай работать. Так, что там за наследница? Ну, вводных нет. Короленко все это время держал фонд и финансировал эти поиски. Ну, якобы из любви к истории, благодарности своему давнему другу детства, что тот подкинул ему стартовый капитал, коробочку с антикварными монетами. Якобы этот друг, он потомок знатного рода. А на самом деле, на самом деле, он искал эту наследницу. Сегодня все новости об этом. Я навел справки, информацию телевизионщикам слил сам Короленко. Мне нужен источник внутри, от Короленко. Тебя ж, как я понимаю, другие отлучили. Найди источник. Так, все, вези меня к маме. Какой маме? У тебя самолет через час, бизнес-класс. Я никуда не полечу. Еще как полетишь. А ты меня силой заставишь? А что, надо силой заставить? Шучу. Послушай, просто подумай о том, что для тебя это единственный шанс, чтобы попасть на раскопки. Для тебя и для твоей группы. Хорошо. Ну, а как же я полечу без загранпаспорта? Ты ведь вчера мне не предупредил, что его нужно взять? Ладно. За загранпаспортом мы еще успеем заскочить. Нашел? Нет, он не ночевал дома. Сейчас проверяем аэропорт. Телефон Трэчелли? Да, но он пользуется защищенной дипломатической связью. Что ты предлагаешь? Ее телефон. Сейчас специалисты пробивают. Давай. Спасибо большое, что подвез. Это было незабываемое путешествие. Я очень рада, что оно закончилось. Я никуда не поеду. Стой! В смысле ты никуда не поедешь? Как же наш договор? А как же твои одногруппники, которые мечтают попасть в Турцию на эти долбанные раскопки? Слушай, хватит мной манипулировать. С чего ты взялся, что я этого манипулирую? Я искренне хочу помочь тебе и твоим друзьям. И поэтому все время врешь мне? Нет, я не вру тебе. Разговор окончен. Да подожди, стой, стой. Ну, что значит окончен? Надоел мне ты и твоя Турция. Дай проси. Пожалуйста, иди. Не хочешь, значит, в Турцию лететь, да? А чего же ты хочешь, София? Разобраться, кто я, мне важнее. Ты знаешь что-нибудь о том, про что говорила твоя невеста? Ну, допустим, знаю я что. Расскажешь? Ну, может быть, расскажу. Но только при одном условии. Я адски хочу есть. Давай поедем где-нибудь, посидим, перекусим. Нормально, спокойно поговорим. М? Здравствуйте. Поговорим. О чем? По твоему лицу я вижу, что ты тоже была не в курсе. Да ты присаживайся. В ногах правды нет. Зато я в курсе, что мы с вами больше не союзники. Ну, почему с вами? Мы можем еще вполне договориться. И о чем же? Ну, как? Империя, Каролинка валится в тартерары. Наследница, которая тебя заменит. Разрушенные планы, иллюзии. Продолжать? Или ты, как умная девочка, поймешь, что нуждаешься во мне не меньше, чем я в тебе? Знаете, если бы я искала единомышленника, то вряд ли бы выбрала вас. Всегда удивлялась Юрию Сергеевичу и его отношениям с вами. Разговор окончен. Да просто, вот так, Лиссанна Борисовна. Юрий Сергеевич доверял мне очень важную задачу. Да, кстати, я помню, как вы за неделю до свадьбы с Игорем Данилевским отменили ее. Не из-за этого ли фото? Откуда это у вас? Я ведь уничтожила. Вы уничтожили копию. А исходник и все варианты фотомонтажа, которые я делал по просьбе уважаемого вами, Юрия Сергеевича, остались у меня. И, как оказалось, не напрасно. Мне нужно время. А мне нужны аккуратные данные. Проверенные трижды. А лучше четырежды. Я подумаю. Подумай. Здравствуйте. Здравствуйте. А где у вас можно присесть? Для вас у меня есть лучшее место. Пройдемте. Кофе, я умоляю. Уже несу. Ассоциант, принесите еще, пожалуйста. Да, моя сударыня. Пожалуйста. Спасибо. Я надеюсь, здесь вкусно готовят? Ну, это будет зависеть от вашего поведения. Ну, и, конечно же, чаевых. Сударь. Позвольте себе напомнить, что ажиотаж вокруг наследницы древнего рода возник после того, как в нашу страну была ввезена родословная книга Рюриковичей. Несомненно, значение этого события трудно переоценить. Папа, мы можем поговорить? Сейчас. Я очень рад, вообще. Послушай, это не займет нам времени. Скажи мне, ты знал, что эта фотография поддельная? Откуда у тебя эта информация? Что, Юрий Сергеевич, из-за твоей спины все провернул, да? Саша, это очень длинный разговор. Давай его отложим. Значит, знал, да? Да ничего я не знал. Даже если бы эта фотография была поддельная. Значит, были причины так поступить? Мы обязательно с тобой поговорим позже. Только не наломай друг, пока мы не разобрались. Мы каждый раз будем в казаки и разбойники играть. Ты мне хотел что-то рассказать? Андрюш, что ты такой нервный все время? Все болезни от нервов. Успокойся. Будешь бы ты был? Понятно. Не хочешь. Значит так. София Тимчук, с большой вероятностью, является внучкой друга королянка Данила Извеславского. Ну, они вместе начинали бизнес в девяностых. Потом Данилу подорвали в его же машине. Какое неожиданное совпадение. После смерти друга Извеславского, королянка забрал к себе его сына, Романа. Ну, воспитывал его как родного. Но в 17 лет парень отбежал из дома. Свободный художник. Слонялся по миру, слонялся. Но у него появилась дочь. Ну, естественно, внучка этого Данила Извеславского. Куда после этого пропал папаша, неизвестно. В общем, все, что нароет дальше, буду тебе сообщать. Идет? Тут, а в чем Данчик, положи, пожалуйста. Ты обещала рассказать мне, кто я. И почему твоя девушка считает, что я княжна и наследница. По правде говоря, я сам толком ничего не знаю. А кто знает? Твой дедушка? Да, мой дедушка, вполне возможно. Слушай, я хочу, чтобы ты отвез меня к нему прямо сейчас. Я должна все выяснить. Возможно, он знал моего отца. Ты хорошо подумала? Ну, а что, он съест меня? Да, он съест тебя. Ты не знаешь моего деда? Все, поехали. Туда, поехали. Так. Опять. Сударь, клянусь, я не виноват. Кто виноват в том, что у тебя руки не с того места растут? Этот месяц работаешь без зарплаты. А я читал, что рабовладелец к строю отменили. Я еще рабовладелец? Ты уволен. Прости, братан, я хотел помочь. Ну, спасибо. Блин. Субтитры подогнал «Симон» Это тебе, о ком я думала? Да, это тебе, о ком ты так мечтала. Вот, сейчас и задашьтесь по вопросу. София... Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» София... София... Я Юрий Короленко. Друг твоего дедушки. София. София Зимчук. Прошу. А мне ты ничего не хочешь объяснить? С тобой мы после переговорим. Прошу. Тебе не холодно? Нет, хорошо. Пройдемся немного. Договорились. Что, моя драгоценная княжна Изяславская, наконец-то этот день настал. Я до него дожил и я счастлив. Моя фамилия Тимчук. А тебе никто не говорил о твоей настоящей фамилии? Я и не спрашивала. Я даже не уверена, что мама знает ее. Знает. В детстве она оформляла твое опекунство. У нее где-то есть твое свидетельство о рождении. Вы так глубоко усведомлены о моем детстве. Честно, это пугает. Так вот, у меня был друг. Его звали Данила. Вместе мы начинали бизнес. К сожалению, его нет сейчас. И все, что у меня есть, по-честному, надо бы разделить пополам. У него в семье хранилась коробка старинных золотых монет. Никто не знал их происхождения. Их просто передавали из поколения в поколение. Много монет? Достаточно, чтобы в девяностые годы начать бизнес. Так вот, мы двое молодых, полуголодных инженеров, с детьми на руках. И вот тогда Данила решил продать эти монеты. Бизнес наш стал потихоньку развиваться. Данила заболел и попросил меня присмотреть за своим сыном, то есть за твоим отцом. Вы знали моего отца? Да. Дядя делал то, что мог. Платил за его учебу. Даже приготовил ему место в наблюдательном совете. Но он от всего отказывался. Единственное, что его интересовало, это рисовать. Мой отец был художником? Прошу вас, пожалуйста, расскажите мне все. Да, он был художником. Я пытался как-то организовать его жизнь, но мне это не удалось. Он делал то, что хотел, сторонился меня и говорил, что бизнес его не интересует. Что с ним случилось? Он погиб. А что, Тамара, не рассказывала тебе? Она и не знала. Она сказала, что однажды он просто ушел и пропал. Да. Официально она же ему была не кто. Слишком много информации для одного дня. Это надо переварить. Я знаю место, где ты сможешь это сделать спокойно и с комфортом. На необитаемом острове? Нет, в моем, а теперь и в твоем доме. Сочту за честь. Пошел. Пошел. ИНТРИГУЮЩИЯ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok